В Красунском озере возле Кубанского госуниверситета высадили кувшинки и кубышки. Водную гладь покрыли 40 квадратных метров растений, занесенных в Красную книгу. А на берегу в это время молодые архитекторы создавали арт-объекты из мусора. О креативном подходе к субботнику, когда и проливной дождь не помеха, в нашем следующем материале. В тихой заводе Красунского озера в субботу было совсем не тихо. Студенты-волонтеры, биологи и озеленители заполнили берег. Чтобы высадить 40 квадратных метров кувшинок и кубышек. Растения накануне срезали в ботаническом саду КУГУ и сутки они провели в пакетах с водой. Селекционер Татьяна Иненко своих питомцев осмотрела, переезд стрессом не стал. Казалось бы, ничего сложного освободить корневище от пакета и переложить воду. Землю не копать, излейки не поливать. Но есть своя особенность. Корневище обладает огромным количеством воздухоносной ткани. И, как правило, это корневище при посадке может всплывать. Поэтому обязательно его нужно к донному субстрату чем-то придавить. То есть в данном случае мы будем использовать камни. В данном случае с камнем на дно не угроза для жизни, а наоборот. Максимум через полторы недели краснокнижные растения адаптируются. И плантация начнет расти и множиться. По прогнозам биологов, уже через три года красуны возле КубГУ будет не узнать. Тем более весной здесь еще и лотосы посадят. А следующим в очереди на зеленение Покровское озеро в районе стадиона Кубань. Это первый шаг у нас идет по очистке красунских озер, приведение их в то место отдыха и купания, будем так говорить. То есть попытка у нас будет очистить озеро, чтобы его превратить в нормальный водоем. А в сотни метров вовсю идет уборка прибрежной территории. Волонтеры, общественники и просто неравнодушные жители с вениками, мусорными пакетами и граблями пришли на субботник. Но не обычный. Арт-субботник, потому что мы в субботник добавляем интересные творческие задачи. И делаем арт-объекты, облагораживаем территорию не с точки зрения только уборки. Мы убираем им мусор и рвем траву. Но кроме этого приезжают архитекторы и люди с творческим мышлением, которые создают арт-объекты, которые дальше остаются на этой территории. Студентки инженерного архитектурного факультета Кубанского аграрного университета трудятся над созданием одного из трех планируемых арт-объектов. По замыслу возле Красунских озер должны появиться новые фотозоны, креативные места, где горожане могли бы сделать селфи, да и просто радовать свой глаз. У нас будет арт-объект «Золотой рудник», то есть мы делаем золотые жилы, будут драгоценные камни, будет тачка яркая, красочная, из разных цветов, мозаичной краски. В ней будут лежать камни, будут драгоценные драгоценности. Самоцветы студентки будут сажать на суперклее цемент. О том, что кто-то из ценителей прекрасного сможет их отколупать, архитекторы не думают. Главное – успеть все доделать до вечера, несмотря на дождь. В этом суть арт-субботника – создать инсталляцию из мусора, который не под силом вывести, всего за один день. Студенток вдохновила груда камней, оставленных кем-то из местных застройщиков. Высадка кувшинок, уборка и создание арт-объектов – это только начало. При Общественном совете по развитию городской среды разработан проект по созданию парка «Карасуны». Он объединит все 11 озер велодорожками, аллеями и цветниками. На реализацию уйдет не менее 15 лет, но уже сейчас авторы называют его Центральным парком Нью-Йорка по-краснодарски. Анна Федорова, Дмитрий Сакмаркин, телекомпания «Краснодар».